Ахмед Аталов В этом поединке борцы разыграют золотую и серебряную медаль. И вот попытку провести бросок через плечо сделал Сансара Данисян. Бросок не удался, но вниз в портер он перевел своего соперника и таким образом повел в этом поединке один балл. Должен вам сказать, что Сансара Данисян удивительный борец. Ему 29 лет. Он в профсоюзном спортивном обществе. Он олимпийский чемпион Московской Олимпиады 1980 года. Я помню, мне довелось рассказывать об этих поединках с Олимпиадой. И помню, какое впечатление молодой тогда, юный, можно сказать, Сансара Данисян произвел на всех тем, что он очень импровизменно, очень быстро, очень энергично боролся. Обрушивало его с моего соперника буквально множество приемов. И вот сейчас я смотрю на Сансара Данисяна и смотрю, как он изменился. Причем нельзя сказать, что он изменился в худшую сторону. Вот он снова выяснили только, что он выиграл у Атаула еще один балл. Он стал мудрым. Он делает то, что необходимо, делает очень точно, очень неожиданно, великолепно атакует и замечательно защищается. И свидетельством того является то, что вот в этом турнире он в подгруппе встречался с заслуженным мастером спорта, тем, кто являлся долгие годы ведущим в этой весовой категории, у нас последние годы, вернее, будет сказать, Лерий Хабеллодом, и одержал одним достаточно убедительную победу. Ну, а теперь о второй финалисте Ахмеде Аталове. Ему 28 лет, он динамовик, я уже сказал, что он из Красноярска, и победитель Кубка мира 1988 года. Тренируется Ахмед Аталов у известнейшего тренера, тренера, который воспитал самого, если можно сказать, Ивана Ерыгина. Снова попытка пролететь бросок, но сейчас остается в миссису. Санасар Аганичан, обратите внимание, баллы за это Ахмед Аталов не получается, потому что совершенно явно активное действие, которое привело к тому, что Санасар оказался внизу, было именно его. А активность в борьбе не наказывается. Так вот, тренер Аталова Линдия Ашвилиев и Кусалхана. А Санасар Аганичан постоянно, бессмертно тренируется у московского тренера Максимченко. Три минуты двадцать секунд прошло. Один балл все-таки судье Галя Ахмеду Аталову и преимущество Санасар Аганичанам минимальное. Один балл. У каждого из борцов по одному предупреждению. Родительные все-таки финальные поединки отличаются от предварительных. Здесь груз ответственности дает. И, собственно говоря, я понимал, конечно, что теми зрителям было бы интересно посмотреть те схватки, в которых множество приемов. Но призываю вас, уважаемые товарищи, взглядитесь, насколько напряжены, насколько внимательны спортсмены и как здорово стоит в этом финале каждое техническое действие. Вот понимание этого поможет вам понять и полюбить борьбу. Предельное напряжение не только физических сил, не только воли, но и внимания. Предельная концентрированность, собранность. Вот что характерно для таких поединков. Именно поэтому очень трудно выиграть. Вот попытался Ахмед Аталов захватить ногу своего соперника. На четыре. А вот сейчас получилось. Но что же будет? Отдал. Отдал Каласанова, миссион. Бал. И остался внизу. За несколько секунд до конца поединка. Счет на табло 2-2. Ничьи в борьбе не бывает. И это значит, что тут же продолжается этот поединок. Тут же продолжается. До первого активного действия. И сейчас тот борец одержит победу. И станет чемпионом Советского Союза. Кому первому придется провести активное ему техническое действие. Каковы правила соревнований? Судьи разогрались в ситуации. Помните, мы с вами говорили о том, что нельзя рассчитывать то положение, при котором Аганесян оказался внизу, сам проводя бросок. Именно на такую позицию встала главная судейская коллегия. Поэтому счет поединка с итоговой. 2-1 в пользу Аганесяна, который и завоевал звание чемпиона Советского Союза в весовой категории до 100 килограммов. На этом мы прощаемся сегодня с вами. Завтра мы продолжим рассказ о финалах следующих весовой категории.